Посмотрите, пожалуйста, на таблицу. Числа 3, 2, 5, 5, 7, 10. Да. 3 на 2, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 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 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Молодец. Выйди, пожалуйста, я просто пальцем покажу на доске. Это правильная номерность, и мы ее сейчас с вами будем доказывать. 3 на 2, через 5, 5. Не важно, через что. 5, через 5, 7, 5 до 5, 10. Надо брать не 2 предыдущих, а предпредыдущие и предпредыдущие. То есть, Мил, возьмите, пожалуйста, и напишите. Девятое число это? Двенадцать. Да, правда, в стоянском селе. Двенадцать. Пять, через 7. А десятое? 7 плюс 10. 17. Отлично. А одиннадцатое? 10 плюс 12, 22. Отлично. А двенадцатое? 12 плюс 17, 29. И последний у нас есть возможность. 13, это 17 плюс 27, получается 3, 7. Отлично. Отлично. Господа, будьте добры себе в тетрадь, потому что вы пишите. Все, все, отлично. Это действительно так. Это правильный ответ. И заметьте, как только мы этот ответ нашли, уже нет никакой необходимости рисовать картинки. Потому что если у вас спросят, какой там будет ответ для 2017 угольника, ну, конечно, это долго. Конечно, вам придется выписать таблицу до 2017 числа, но тем не менее, ну, как вычисления складываем. Каждое число это сумма. Только и не как чисел Фибоначчи, а чуть-чуть выше. Итак, пишем закон. Закон для чисел Фибона. П от n плюс 1 это п от n минус 1 плюс п от m минус 1. Отлично. Рекуррентная последовательность. И вот сейчас мы с вами должны доказать, что не просто так у нас случайно получилось для нескольких первых чисел, а что этот закон верен всегда для любого числа этого. И, между прочим, я сейчас могу сказать, а что там будет для треугольника. Смотрите, чтобы была вот эта законоверность верна, число 5 должно быть суммы, тройки и еще чего-то. Что здесь будет за число? 2. Правда? 2. А число 2 это сумма двойки и еще чего-то. Что здесь будет? 0. 0. А потом будет 3. А чтобы 3 это была сумма нуля и еще чего-то. Что здесь будет? 3. Причем, ребята, математика очень часто так делается. Смотрите, что такое 0 угольник, что такое 0 угольник, совершенно непонятно. Что такое одноугольник, что такое 2 угольник, совершенно непонятно. Вопрос, зачем мы вводим такие определения? Зачем мы вводим число p от двойки, p от единицы, p от нуля? Ответ. А чтобы вам та реквариантная формула была верна? Вопрос, в смысле, тщательное выражение. Формулы умнее нас. Это действительно так и есть. Формулы умнее нас. Почему? А потому что люди, которые создают эти формулы, стараются сделать их как можно более универсальными. Стараемся, чтобы они были верны как можно при большем вариации того, что туда подставляется. Пример, может быть, вы знаете, отрицательные числа. Что такое минус 5? Знаете, да? Скажем, минус 5 плюс 8. Сколько будет? 2. Ну-ну-ну. Минус 5 плюс 8. 3. Отлично. А что такое минус минус 5? Это 5. 5. Вопрос. А вот интересно, почему? А потому, что если применять те правила действий, к которым вы привыкли из школы, то тогда все законы будут верны. То есть, отрицательные числа вводят так, чтобы не нужно было говорить, а вот в таком случае вот так, а вот в таком случае вот так. Давайте пример. Вы вдоль прямой измеряете расстояние. У вас есть точка, вы от нее пошли, отошли на метр, на два, на тысячу метров, на тысячу пять метров. Потом идете назад. Ребята, а вы понимаете, что если отмерять от этой точки и в обе стороны считать положительным расстояние, то тогда будет проблема, когда перейдете через эту точку, нужно будет отдельно это отмечать. А вот если считать, что справа от этой точки положительные числа, а слева отрицательные, то никаких таких проблем не будет.